Утро после женского праздника. Чем не время для прокурорской проверки? В маршруте надзорного органа стоматология на проспекте Текстильщиков. Ревизоры проверяют сроки годности лекарственных препаратов, температурный режим в помещениях, документы на оборудование. Прокуратура района совместно с представителем территориального органа Росздравнадзора в соответствии с планом работы прокуратуры района на первые полугодия 2017 года проведена проверка в деятельности юридического лица, который осуществляет медицинскую деятельность, а именно стоматологический кабинет. В ходе данной проверки выявлен ряд нарушений. В частности, в настоящее время мы сейчас уже можем сказать о том, что порядка более 30 наименований лекарственных средств и изделий медицинских находились в помещениях, в лечебных кабинетах с истекшим сроком годности. Прежде чем стоматолог заглянет к вам в рот, вам было бы неплохо заглянуть в его тумбочку. Там, как выяснилось, можно найти много просроченных препаратов. Июнь 2015 года, апрель 2016 года срок годности, 2013 год, август, октябрь 2016 года, июнь 2014 года. Врачей на рабочем месте нет. Один в командировке, другой в 10 часов утра еще не пришел. Администратор обещает наказать белые халаты за халатность по всей строгости. Не то, что переговорим, они все будут наказаны. И, конечно, это не делают. Конечно, доделывают какие-то свои порошки, не хочется затрачиваться. Конечно, не то, что поговорим, это не надо. Это будут наказаны люди за это. Гигрометры в обоих кабинетах не работают, висят для красоты. Кроме того, согласно журналу регистрации, температура в помещении не подходит для хранения ряда лекарств. А это еще один антибонус просрочки. Лекарственные препараты, они относятся к четвертому классу опасности. То есть, это химические соединения, которые при контакте с воздухом или при повышении температуры, которые указаны на упаковке НД хранения, они могут какие-то гаммираты создавать, какие-то химические соединения, которые могут быть опасны для человека. Проверяющие пришли к выводу, что в этой стоматологии отсутствует внутренний контроль. Хотя пациент вряд ли заподозрит неладное. В кабинетах чисто, администраторы приветливые. Теперь руководству клиники нужно предоставить Росздравнадзор целый пакет документов. По итогу прокуратурой будет решен вопрос о привлечении юридического лица к ответственности.